После получения технического задания, задания на проектирование, инженер-конструктор приступает к разработке того или иного оборудования. В зависимости от требований заказчика бывают такие ситуации, что разрабатываемое оборудование должно поддерживаться электронными моделями. Это могут быть трехмерные модели, какие-то расчетные модели. В данном случае, если стоит такая задача, инженер-конструктор начинает проработку оборудования на основе электронной модели изделия. После согласования документации при изготовлении оборудования мы курируем этот процесс изготовления, решаем все вопросы, связанные, если возникли какие-то отклонения, отступления от технического проекта. Моя профессия меня привлекает масштабом. В проектировании АЭС вовлечено более 10 тысяч сотрудников. Все эти сотрудники работают как единый слаженный механизм и одновременно являются семьей атомщиков. В коллективе атомщиков важно взаимное уважение. Именно от него строится и культура безопасности, и качество проектирования, и уменьшается риск ошибок. Создавая проект атомной станции, мы осознаем, какую пользу мы приносим обществу и какую ответственность перед будущими поколениями мы несем за то, что мы создали. Поэтому здесь нужно иметь терпение, целеустремленность и понимание того, что какая-то часть работы, выполненной тобой, она будет востребована. Пусть не сейчас, пусть позже, в других проектах, но это произойдет. Сейчас уже давным-давно отошли от бумажного архива, цифровизация все-таки 21 век, вся документация, она кладется в электронный архив. Создать удостоверяющий лист, привязать к нему непосредственно чертеж или какой-то конструкторский документ, запустить электронный процесс согласования, пройти согласование в электронном виде, заверить документ электронной цифровой подписью, если такая предусмотрена у руководителя. И после чего документация может быть принята работникам архива. Важным преимуществом здесь является то, что в дальнейшем любой конструктор в любое удобное ему время может обратиться к этому документу через электронную базу и использовать его в работе. Также через эту электронную базу осуществлено взаимодействие между контрагентами, между нашими организациями в атомной отрасли, и мы можем отмениваться документацией через эти базы отправлять. Есть такое понятие культуры безопасности, то есть работник нашего предприятия, вообще нашей отрасли, он должен думать о безопасности наших объектов, будем говорить, днем и ночью. То есть это как ПДД мы соблюдаем, управляя автомобилем, так и здесь. Это должно быть настолько, так сказать, проникнут человек, работник нашей отрасли этим понятием безопасности, что он каждый шаг свой должен всегда автоматически сверять с требованиями безопасности, с нормативными документами. Инженер-конструктор — это необезличенная профессия, которая написана в наших дипломах. Инженер-конструктор — это образ жизни. Семья инженеров-конструкторов — это огромный коллектив людей, которые задействованы в общем процессе. Создание проекта реакторной установки, воплощение его в металле, сопровождение его эксплуатации, и главное, при сохранении безопасности своего проекта и ответственности перед людьми, перед нашими детьми, которые будут это оборудование использовать. Срок службы нашего оборудования сейчас составляет 60 лет, и в перспективе, я думаю, что он будет в новых проектах реализован вплоть до 100 лет. То есть, когда мы разрабатываем проект, мы должны четко осознавать, какую ответственность мы несем перед будущими поколениями. Субтитры создавал DimaTorzok